Библейский портал экзегет.ру представляет Пятая глава четвёртой книги царств для библейского портала экзегет.ру читаю свой перевод с небольшими комментариями. Эта часть книги посвящена пророку Елисею. И пророк Елисей, он такой самый подробный, если говорить о объёме, который посвящён в библейских книгах ему, то из пророков, которые действуют, это самый такой важный и значительный пророк. Хотя Елисей ученик Ильи, и про Илью говорится меньше, хотя, в общем, ну, наверное, Илья гораздо более известен, и он какие-то более важные вещи, может быть, говорит и делает. А Елисей такой ученик, который продолжает традицию своего мучителя, и более того, в момент, когда они расставались, когда Илья возносился на небо, Елисей просит, чтобы на нём было вдвое того самого духа, который был на Ильи. И, судя по тому, что происходит дальше, да, вот и по объёму Библия посвящает ему примерно вдвое больше, чем его предшественнику. Потом будут пророки, которые будут оставлять проповеди, книги свои, и там будет довольно мало об их действиях. А здесь пока они говорят скупо, они говорят лишь в каких-то диалогах по конкретным поводам. Зато про Елисея мы видим подробно разбор самых разных ситуаций. Вот он на войне пророчествует о том, что скоро будет победа, вот он спасает от смерти умершего уже ребёнка женщины, у которой он останавливался в гостях. То есть, вот даже мы видим, как в конце прошлой главы 4-й он кормит своих учеников, сыновей пророческих, как они названы, похлёбкой, и делает так, чтобы что-то ядовитое, попавшее в эту похлёбку, оказалось безвредным. Вот это всё, такая как бы череда эпизодов, что для пророка нет мелкого, для пророка нет слишком незначительного. Он участвует во всём, да, его жизнь, она такая вот полная, она такая вот завершённая, она в каждом своём моменте имеет какое-то значение. Но есть один маленький вопрос. Это вся история израильтян. Ну, иудеев и израильтян, если говорить о разделённом царстве, их два уже, северные и южные. А что же все остальные народы? Их не касается пророческое служение? Потом в пророческих книгах мы будем много читать о том, как пророки обличают окрестные народы, говорят, что они тоже придут к Богу. А вот в истории Елисея пятая глава об этом. Наоман был полководцем арамейского царя. Арамейцы или они же сирийцы, но слово «сирия» сегодня относится к республике Сирия, известной, к сожалению, благодаря тем войнам, которые на её территории проходят. Но это не совсем то же самое, географически примерно то же самое, но немножко другой народ арамеи. И я обращаю внимание, мы всё время встречаем этих арамеев или арамеян, или сирийцев. Они участвуют в этих междоусобных войнах израильтян и иудеев, северного и южного царства, то на одной, то на другой стороне. И это такая решающая сила. Это вот такая нависшая с севера угроза. Потом, понятно, Ассирия будет, потом ещё чуть позже Вавилон, но это пока далеко. Пока вот это соседнее и более сильное царство, с которым надо как-то договариваться, иначе трудно будет. Наоман был полководцем арамейского царя, большой и уважаемый человек у своего господина. Через него Господь даровал арамеям победу, и был бы он могучим богатырём, но страдал проказой. Мы не знаем, что какая-то кожная болезнь. Собственно, проказов в современном значении, видимо, ещё не была известна в Средиземноморье. Одна израильская девочка прислуживала жене Наомана, её захватили арамея в временобега на её страну. Ну, то есть рабыней она стала. Она сказала своей госпоже, «Если бы мой господин показался пророку, который есть в Самарии, тот избавил бы его от проказа». Наоман передал своему господину всё, что сообщила ему та девочка из страны израильской. И арамейский царь сказал ему, «Ступай, я дам тебе письмо к царю израильскому». Смотрите, когда вот ничего не помогает, все средства хороши. Давайте попробуем пророка этой другой страны. Тот отправился в Самарию, взяв с собой 10 талантов серебра, много, 6 тысяч шекелей золота и 10 одежд. Подарки такие богатые. Принёс он письмо к царю израильскому, в котором говорилось, «Вместе с этим письмом я посылаю к тебе слугу своего Наомана, чтобы ты избавил его от проказа». Когда царь израильский прочитал это письмо, он разодрал одежду и вскричал, «Разве я бог, чтобы умирать и оживлять? Что же он посылает ко мне прокажённого на исцеление? Сами видите, наверняка он ищет ссоры со мной, даёт поручения, которые нельзя выполнить, и, наверное, хочет испортить отношения, чтобы начать войну, чтобы был повод для войны». Когда Елисей, человек Божий, услышал, что царь израильский разорвал одежду, то передал ему, «Для чего тебе раздирать одежду? Пусть прокажённый придёт ко мне и узнает, что есть в Израиле пророк». Наоман прибыл со своими конями и колесницами и остановился у входа в дом Елисея. Елисей передал ему чрезвестника, «Ступай, омойся семь раз в Ордане и станет твоё тело чистым, как прежде». Такое задание, да? Приехал к нему полководец, ну, что сказать, министр обороны соседнего государства, и говорит, «Ну, сходи там на речку искупайся». Оскорбление, абсурд какой-то. Наоман разъярился и ушёл со словами. «Думал я, он выйдет и встанет и призовёт Риме Господа, Бога своего, поводит рукой над больным местом и избавит меня от проказа. Реки Амана и Парпар, что в Дамаске не лучшие ли всех потоков в Израиле? То есть искупаться в речке и дома мог. Я бы в них омылся и очистился, и в ярость он пошёл прочь». Его слуги подошли к нему и стали с ним говорить так, «Отец наш, если бы что трудное повелел тебе сделать, пророк, неужели бы ты не исполнил?» А он только и говорит, «Омойся и очистишься». Да, вот интересная логика. Люди очень часто не ценят простые советы, простые решения. Им кажется, что они не будут эффективными, но нередко именно они эффективны. Тогда он пошёл и семикратно окунулся в Ордан по слову человека Божьего, и тело его очистило, стало как у маленького ребёнка. Интересная история. Зачем омовение в Ордане, что действительно рек не хватает в Дамаске? Может быть, к такой особой статусу Ордана, что именно в нашей земле Господь исцеляет. Может быть, как некий тест на смирение. А готов ли ты признать, что не какие-то великие подвиги, не какое-то трудное задание, а очень простое, но надо просто сделать то, что тебе сказано? Кто его знает? Может быть, и то, и другое. Он вернулся к человеку Божьему вместе со всеми, кто его сопровождал и предстал пред ним со словами. «Теперь я знаю, что нет на земле Бога, кроме как в Израиле. Прими же дар от меня твоего раба». Тот ответил, «Жив Господь, которому я служу, не приму». Ну, то есть, он не за деньги его исцеляет, не для того, чтобы получить золото, серебро. Так Наоман уговаривал, а тот отказывался. Тогда Наоман сказал, «Если не хочешь, то пусть твоему рабу дадут земли израильской, сколько можно навичить на двух мулов. И впредь я уже не стану приносить жертв ни всесожжения, никаким богам, кроме Господа». А зачем ему земля? Видимо, он считает, что Господь привязан именно к этой земле, что поклоняться Господу можно только на земле израильской. Тем более, что он на земле израильской в местной реке Иордания омылся и очистился. Наверное, он хочет у себя там где-то в саду насыпать эту землю, сделать вот такой кусочек Израиля, и поклоняться стоя на этой земле Господу. И смотрите, если бы Елисей принял дары, плату за исцеление, то ничего бы этого не было. А тут вот Наоман как бы сам выпрашивает, да, он предлагал только что дары, но теперь фактически дар, который он приносит, свое обращение к Господу. И только делает одно примечание. «Ну, пусть простит мне Господь вот что, если мой господин, ну, то есть царь Дамаска, который, конечно, язычник, пойдет в храм Римона, чтобы совершить там поклонение, имеется в виду языческое божество, которому поклонялись в Дамаске, и обопрется мою руку, так что им не придется поклониться в храме Римона». То есть возьмется с собой и скажет, пошли, пошли в храм, но придется послушаться господина. «За это поклонение, да простит Господь твоего раба в таком случае». Елисей сказал ему, «ступай с миром». И он пошел. Вот, смотрите, с одной стороны, довольно примитивные представления о том, что поклоняться Господу можно лишь на земле Израиля. А с другой стороны, здесь уже возникает проповедь для всего мира. Здесь уже не только израильтяне, но и все окрестные народы узнают, что Господь есть Бог. Пусть один человек, пусть в таком примитивном смысле, дай мне земли, пару мешков я насыплю у себя, но все-таки эта весть начинает распространяться, и в дальнейшем служение пророков будет в огромной степени именно о том, что все человечество, а не только Израиль Божий, что должны ему поклоняться все народы. Когда они уже удалились, Гехази, слуга человека Божьего Елисей, решил так. «Господин Ма отказался от всего, что предлагал ему Ромей Наоман. Жив Господь, побегу-ка я за ним, чтобы получить от него что-нибудь». Ну, вот этот самый наш, он был в прошлой главе тоже секретарь, помощник, адъютант, как еще его назвать, пророка Елисея. Ну, мы же работали, мы трудились, о чем мы ничего не получили, безобразие. Он же предлагал, это же не то, что мы там выпросили. Надо все-таки взять плату. От чистого сердца же предлагал. Гехази подбежал вслед за Наоманом, когда тот увидел, что это бежит за ним, кто это бежит за ним, сошел с колесницей ему навстречу, приветствовал его, все ли благополучно. Тот отвечал, благополучно. «Мой господин, велел тебе передать, что к нему пришли двое юношей из Ефремова Нагорья из сынов пророческих. Дай для них талант серебра и две одежды». Ну, как бы не они для себя, там вот пришли какие-то люди. Видимо, полная выдумка. Наоман сказал, «Возьми, пожалуйста, два таланта» и даже упрашивал его. «Два таланта он завязал в два мешка и дал их вместе с двумя одеждами двум своим слугам, которые понесли это все перед Гехази». То есть, дал с избытком. «Когда они подошли к холму, он взял дары у них и спрятал в доме, а их отпустил, они ушли. Гехази предстал перед Елисеем, тот спросил, «Где ты был, Гехази?» Тот ответил, «Твой раб никуда не ходил». Припрятал на черный день. Но Елисей сказал, «Да ведь сердце мое следило за тобой, когда тот человек сошел с колесницы тебе навстречу. Время ли теперь брать серебро или одежду, или заводить масличные сады с виноградниками, или мелкий и крупный скот, или рабов и рабынь? Пусть проказа наомана навсегда перейдет на тебя и на потомков твоих». И тот вышел от него весь проказе белый, как снег. Что он плохого сделал? Ну, обманул господина. Но ведь не украл, не как-то там чего-то, нечистыми путями вытребовал. Наоман давал, а тот взял. А мне кажется, смысл очень прост. Пророческий дар, он не на продажу. И, конечно, мы все живем в ситуации, когда, допустим, мы благодарим там врачей, сделавших операцию, еще каких-то людей, оказавших нам услуги, благодарим от чистого сердца. И те берут, как правило, я не вижу в этом ничего плохого. но врач все-таки делает операцию, потому что он умелый врач. А пророк право чувствует, потому что ему Господь дал такую силу и власть. И брать деньги за то, что ему просто дано, он не должен. Врач вложился в свое образование, в свой труд, приложил свои силы, умения, многое другое. Логично его вознаградить. Он вложился, и он получил взамен. А пророк, вообще пророк тоже вложился. Вот сколько мы читаем о этих пророческих историях, мы видим, что они постоянно, особенно Илья, рисковал с собой, терпел какие-то неудобства. Вот там Елисей тот же самый отправился, как только пришла к нему его знакома, исцелять ее умершего ребенка, и даже воскричать, лучше сказать. Он тоже вкладывается, но это какие-то другие отношения. Вот как только пророчество встает на твердые коммерческие рельсы, пророчество солидно, дорого, обращайтесь по адресу. Вот оно перестает быть пророчеством. И появляются эти самые лжепророки, которые в количестве 400 человек там скачут перед царем, говорят, царь, победишь всех врагов, все будет отлично. А потом оказывается, что все это было ложным. Ровно потому, что как только пророчество становится коммерческим, его целью становится зарабатывание денег, а не возвещение истины, а это две вещи несовместные. Ну, а что еще бывает с пророками? Следующий, шестой главе, прочитаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok